Факты, гипотезы, легенды, были и небылицы. Храм Семи Теней В Ростовской области очень много мест, которые имеют невероятную мистическую силу. Много лет любители всего таинственного мечтают посетить Храм Семи Теней, находящийся под Кобяковым городищем. Адепты Ордена Храма Семи Теней верят, что на территории Кобякового городища в Ростове, под холмами, за рестораном «Океан», расположены руины храма. В нем, по их мнению, были собраны знания неземных цивилизаций. Представители Ордена на полном серьезе уверены, что создали этот храм существа, связанные с неземными цивилизациями. Очень красивая легенда гласит, что еще до появления людей на земле жила раса разумных водоплавающих существ, которые называли себя стиксы. Стикс – очень древнее и сложное для понимания божество, характеризующее край обитаемого мира, смену света и тьмы и стихию вечной ночи. Стикс древнегреческой мифологии – олицетворение первобытного ужаса и мрака, из которого возникли первые живые существа и персонификация одноименной мифической реки Стикс, ведущей «Царство мертвых». В гимнах Гомера Стикс называлась спутницей игр богини «Царство мертвых» Персифоны. Когда она играла на лугу, ее похитил Аид. Стиксы – это служители культа смерти и жизни. Именно им изначально принадлежала сеть пещер и тоннелей. Стиксы были мудрые и могущественные. Им удалось установить контакты с существами из древних миров и измерений. По их приглашению из параллельного мира в наш пришла еще одноразумная раза существ – таны. Таны плохо приносили солнечный свет, поэтому местом своего обитания выбрали подземелья, еще больше расширив и углубив их. Тогда же они создали огромный храм великого знания. Это был даже не храм, а обширное хранилище знаний, которое таны собирали по всей вселенной. Вход в храм был сокрыт волшебным образом. Попасть внутрь можно было только пройдя один из четырех лабиринтов. Двигаясь по лабиринту к дверям храма, любое существо меняло свою структуру и либо погибало, либо вынеся трансформации, либо оказалось полностью готовым к восприятию тайных знаний. С появлением на земле человеческой расы таны стали выбирать определенных людей, чтобы посвятить их в свои знания. Так сложилось особое тайное общество избранных, имеющих доступ к храму. Спустя много столетий таны вынуждены были покинуть наш мир. Вместе с ними ушли и древние человеческие избранные, а храм был законсервирован до лучших времен. Но перед уходом таны провели обряд семи теней. Семеро посвященных человек добровольно принесли себя в жертву, чтобы превратиться в тени, призванные охранять храм от любого вторжения. Одна из теней всегда живет неподалеку, воплотившись в обычного человека. Таким образом, семь теней поочередно охраняют секреты древних знаний, скрытых под толщей земли Кобяковского городища. По преданиям, существует даже тайный магический орден – седьмая тень, основанный в XVI веке одним из воплощенных теней. Адепты ордена верят, что и в наши дни в Ростове проживает человек-тень, и только он способен без вреда для себя проникнуть в древний храм, превратившись в сверхсущество с необычайно сильными способностями. Но для этого, по всей видимости, еще не пришло время. Тень, по мнению адептов этой веры, вечна, и поэтому, когда человек умирает, она появляется в новом теле. Причем человек ее присутствие может не ощущать. Эзотерики считают, что тень сама решает, стоит ли привести человека к храму и открыть ему древнее знание. Если это происходит, человек может стать сверхсуществом с магической силой. Как считают эзотерики, адепты ордена храма Семи Теней владеют ключами к некоторым тайнам мироздания и очень удачно обменивают свои знания на нужный им товар. Знания, которые в качестве оплаты предлагают адепты храма Семи Теней, многие великие оккультисты выдают за свои собственные откровения, ибо кредо ордена всегда оставаться в тени и не участвовать ни в каких спектаклях социума. Но одной своей сделкой особенно гордятся адепты этого ордена. По их мнению, результатом этой сделки стал ни много ни мало. А город – Ростов-на-Дону. Все легенды о храме Семи Теней – это симбиоз греческой мифологии и языческих культов народов, некогда населявших Донской край. А легенды и мифы всегда будоражат умы мистиков и эзотериков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова